Социальная сеть ВКонтакте собирается ввести функцию сокрытия своей страницы от всех пользователей, кроме друзей. Посторонним не будут видны даже лайки и репосты, сделанные человеком. А причина такого решения – участившиеся уголовные дела за репосты шуток и картинок. Людям инкриминируют экстремизм и разжигание ненависти, причем за каждым обвинением. Обычно стоит звонок и заявление в полицию. Вступает ли Россия в новую эпоху доносов, разбирался Денис Денисов. Просил меня отношения к нацболам. Я сказал, что отношения к нацболам не отрицательные. Примерно в таком ключе накануне проходил разговор Олега Фоминых и сотрудника полиции. Мужчину допрашивали по звонку из сочинского отделения. Там некая Ирина Форикова сообщила, что Олег собирается совершить террористический акт – поджог. В качестве доказательства указывала на некий пост на его странице в фейсбуке. Красноярский полицейский был якобы вынужден опросить Олега. Но на этом отдел по борьбе с экстремизмом пока остановился. Я позвонил этой дамочке. И эта дамочка явно находилась в состоянии алкогольного опьянения при разговоре. Что-то сумбурное ему сообщило. То есть никаких оперативных действий он предпринимать не стал. Сам Олег утверждает, что с Ириной незнакома. Хотя она и была среди 5000 его добавленных друзей. Теперь ее удалил. И говорит, не помнит и не понимает, о каком именно посте шла речь. Но скорее всего лукавит, так как на судебную скамью за картинки и шутки на религиозную, национальную и политическую тематику в интернете отправляются все чаще. Город Барнаул этим летом отметился сразу тремя подобными случаями. 23-летнюю Марию Матузную судят за картинки, сохраненные в альбоме в 2015 году. Даниила Маркина за мем, где пририсован нимб герою сериала «Игра престолов» Джону Сноу. На Андрея Шашерина завели дело за иллюстрацию Иисуса, спрашивающего у патриарха Кирилла который час. По мотивам давней истории, затертыми на фотографии часами за 30 тысяч евро. Заявление в полицию на всех написали две студентки местного вуза. В конце июля в Твиттере появился аккаунт под названием «Текстовые мемы, за которые ты сядешь». И там автор приводит описание картинок. И по его словам, это прямые цитаты из реальных дел. Вот парочка примеров. Картинка номер 72. Изображение разрушенного здания с текстом. Наука, культура, образование, светское общество. И церкви с текстом «Религия». Или картинка номер 50. Изображение очереди людей. Сопровождение надписью «Что случилось с нами». Аккаунт уже успел собрать более 9 тысяч подписчиков. По данным информационно-аналитического центра «Сова» в 2017 году, внимание, следователи привлекли 144 поста. Из них были размещены во Вконтакте 138. И по два поста приходится на Фейсбук, Живой журнал и Ютуб. Из года в год эти цифры медленно, но растут. Подобная практика вызвала возмущение и самой компании Mail.ru, которой принадлежит социальная сеть Вконтакте. Администрация опубликовала пресс-релиз, в котором призывает ее остановить. Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жестокой. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем. Часто к ответственности привлекают даже не авторов какой-нибудь картинки или анекдота, а тех, кто сделал репост или поставил лайк. Им чаще всего инкриминирует возбуждение ненависти и вражды, реабилитацию нацизма или оскорбление чувств верующих. Правоохранители сами завести дело не могут, поэтому за каждым, как правило, стоит доносчик. Уж сильно эта ситуация напоминает 37-й год в СССР, когда Кляузена-соседа была рабочим механизмом для сведения счетов для достижения крысных целей, ну или на непрямую цензуру. Другая история, когда для выполнения милицейской статистики, или как еще называется, палочной системы, пытаются притянуть за уши какие бы то ни было самые невероятные, порой даже безобидные истории. Если у вас есть аккаунт, поверьте, кто-нибудь на что не обязательно оскорбится. Часто фигуранты таких дел попадают в перечень террористов и экстремистов, наряду с настоящими убийцами и уголовниками. Таким людям грозит пожизненная блокировка банковских счетов и увольнение с работы. Показатели раскрываемости благодаря пользователям социальных сетей неуклонно растут. Но кого и от кого защищает такая борьба с экстремизмом? Денис Денисов, Павел Иваницкий, Валерий Чащин. Седьмой канал.